Рыночные отношения по Одесске. Распоряжением одесского городского головы Геннадия Труханова 19 июля сего года еще один одесский рынок отдан в частные руки. На этот раз речь идет о рынке Слободской. Сообщение об этом уже появилось на официальном сайте городского совета. В чьи руки передано большинство рынков Одессы? На этот вопрос попытались ответить в Одесской организации информационно-аналитическое подразделение самообороны Одессы. На своей странице в фейсбук они разместили хронику Дерибана, документы, согласно которым следует, что городские рынки переданы в частные руки, причем, видимо, по счастливой случайности, как следует из самих документах, в руки одного единственного частника, господина Галантерника. Именно с его именем активисты связывают компанию «Южзернопродукт», которая по документам принадлежит кейпорской компании «Состапила Инвестмен», по факту владельцем которой, как отмечают общественники, является господин Галантерник из последнего решения городского головы Геннадия Труханова о передаче этой компании рынка Слободской. Кроме того, именно этой компании были отданы территории между рынком «Привоз» и улицей Болгарска. А до этого, как следует из официального ответа Управления развития потребительского рынка Сергея Маршьянова, часть территории между улицами Екатерининская, новощипной ряд, по договору также находится в собственности у компании «Южзернопродукт». Если вспомнить, что и сам «Привоз» вместе с новощипным рядом были отданы Геннадием Леонидовичем в руки того же Галантерника, вопрос, кому принадлежит большинство одесских рынков, уже, в общем-то, не вопрос, а скорее утверждение. И еще, если коснуться темы «Привоз» новощипной ряд. При передаче этих рыночных объектов в частной руки много говорилось о последующем благоустройстве. И действительно о том, что в районе «Привоза» давно пора навести порядок, кажется, знает даже самый распоследний бомж, которых в этом районе пруд пуди. Ну и? Где обещано благоустройство? О безобразии, которое в Одессе носит название новощипной ряд, не говорил только ленивый. Говорили много, не сделано было ничего. Ну, смотрите, здесь парковка, здесь пешеходный проход. Как вот пройти, вот, к примеру, разминуться с человеком. Никакого эстетического вида, никакого, одно место. Здесь грязь. Вечером здесь вообще ужас. А туда дальше, если пройти в сторону эстонского строительного рынка, там в прямом условии свалка, городская свалка, мусор, который подойти туда близко невозможно, воняет. И тем не менее, некоторое время назад Геннадий Труханов заявил о грядущей реконструкции новощипного ряда. Реконструкция по-трухановски. Это снос будок и появление на их месте много-много других будок. Только, разумеется, арендная плата для предпринимателей будет на порядке выше. И, разумеется, предпринимателей, торгующих на новощипном, снова никто не спрашивает, и дальнейшей судьбой которых, разумеется, никто из властей не заморачивается. Сами предприниматели говорить на камеру не слишком спешат, но за кадром рассказывают. Они боятся, что их попросту выкинут и оставят без куска хлеба. Я думаю, что вы боитесь оказаться так же, как на старости новой, где предприниматели. Конечно. Конечно, я против. Я думаю, что любой здесь стоящий против. Вот на ваш взгляд, городская власть, она предложит места рабочие или опять все пшикать закончится? Честно, не знаю. Это же наша городская власть, кто знает, как будет. Это для ущемления людей простых. Понимаете, кто будет за это? Вот вы уверены, что вас не выкинут так же, как на старостяное? Ну, как туда? Так и выкинут всех, как обычно. Кому-то заинтересовало это все, а не сразу. А за людей не думают. Что делать будем? Что-то придумаем. Новощипным рядом займутся сразу после того, как застроят Старостяную площадь. По всей видимости, благоустройство новощипного ряда будет проходить по той же схеме, что и на Старостяной площади. Со сносом существующих торговых точек и установкой на их месте одинаковых мафов. Впрочем, будет ли наведен порядок в районе привоза – большой вопрос. Нынешний рыночный хозяин Одессы, как сообщают одесские СМИ господин Галантерник, является владельцем привоза новощипного ряда не первый год. Что же мешало навести порядок раньше? Ничего. И по-прежнему этот район один из самых грязных и неустроенных. И даже наличие новых павильонов ничего не изменит, потому что вся разруха – она в голове.